Ну, во-первых, я рад видеть все знакомые и незнакомые лица, особенно знакомые, много времени не встречались здесь, люди, которых я имел 20 лет. Это вообще очень приятный сюрприз. И я думаю, что смотрят нас, как всегда, на экранах лэптопов по всему миру. У нас, как вы знаете, есть зрители даже в Австралии, и понятно, что и в России, и на Украине. Вот у нас есть зритель в Донецке, он пишет, что он боится выйти из дома, потому что он мобилизационного возраста. Вот, он давно бы хотел приехать к нам, но не может выйти из дома, потому что, как только он выйдет, его сразу мобилизуют, пошлют в армию. Так, ну, каждый день он смотрит наши передачи. Как вы знаете, у нас на сайте каждый день появляются новые уроки. Я вижу реакцию людей, которые действительно смотрят за этим. Я рассказываю всегда интересный случай. Так, был я в Казани много лет назад уже, 3-4 года назад, иду так по улице. Вдруг меня останавливает человек и говорит, «Вы Менделевич?» «Да мы КГБ, ФСБ». «Откуда вы знаете?» Он говорит, «Я посмотрю по программе Махонмиира». Ну, Казань – это известный город, место там, где появился Рабицкоксвильбер, и были другие евреи. И еще одно небольшое вступление. Можно сказать, сегодня, почти что сегодня, на Нахануку у меня праздник, и потому что те, кто знает о ленинградском процессе, была группа ребят, евреев, которые пытались угнать советский самолет в 70-м году для того, чтобы как бы оповестить весь мир, что еврейский народ жив и прожрать борьбу за свою свободу. Потому что было такое впечатление, что после действительно, как сказал Рав Яков Мейер, после того, как советская власть отняла у нас все еврейское образование, хотела отнять у нас еврейскую душу, все, уже ничего не осталось. И, пожалуй, это как бы начало и конец истории с вот тем небольшим сосудиком с маслом, который остается. Когда говорят, ну, осталось мало людей. Это никогда не… Всегда мало, всегда оно самое становится большим. Если вообще ничего не осталось, тогда очень плохо. Осталось мало. Нормально. Мало – осталось. Я делаю ударение на слово «Осталось». Осталось. Мало – осталось. Мало – будет много. Но осталось. Как с этим с кувшинчиком с маслом первосвященника? Тоже осталось и немного. Смотрите, как говорило потом, не рядом помянутый, из искры возгорится пламя. Действительно. И так у нас, значит, нас арестовали в аэропорту Смольна. Это под Ленинградом. Но это не было на Хануку. Это было летом. В праздник Шивот. Очень немаловажное событие. Шивот, дарование Тары. Как бы мы не знали, но так это получилось. Все, как мы знаем. Аколь бидай шамаем. Но судили нас на Хануку. Я скажу так. Вначале, как бы, настроение было не такое веселое. Потому что мы понимали, что после нашего ареста арестовали очень многих руководителей нашей образовательной сети. Потому что уже к концу 70-х годов в Советском Союзе сложилась образовательная нелегальная сеть ульпанов, так мы называли, в котором преподавали иврит, предавали еврейскую историю, начали учить уже еврейские традиции. И, воспользовавшись предлогом, что мы тоже были преподавателями и учениками этих групп, арестовали всех других. Это было, конечно, ощущение очень тяжелое, вины. И тем не менее, во время начала, как бы сперва было судебное следствие, понимаете, они умели, как бы, играть по букве закона. Духа закона никакого там не было, но внешне все выглядело очень красиво. Спрашивают, задают вопросы. Как бы следствие ведет судья, прокурор. Вот пришли на время приговора. И когда вошел в зал, вообще нам было запрещено общаться. То есть, когда нас сажали на судью-подсудимых, с каждой стороны стояло по сержанту, и так, чтобы мы не могли контачить. Понимали? Потому что, когда Ахдус, как говорят, когда евреи вместе, это большая сила. Так что, чтобы разобщить нас. Тем не менее, мой товарищ, Алья Ханох, он сейчас живет в Баркане, в поселке Баркан, он мне шепнул, сегодня вторая свечка Хануки. То есть, вот снова так получилось. Правда, не первая свечка, но вторая свечка Хануки. Приговор, тяжелый приговор, огласили на второй день Хануки. И представьте себе, так мне рассказывали жители Израиля и Америки. Вот они зажигают свечку Хануки. Вы когда-нибудь думали, что значит Азман Азэ в это время? Вроде бы, это время мы сейчас зажигаем, это так. Азман Азэ. И вот это было ощущение, что да, в это время, сегодня происходит это великое чудо. Переговорили нас. И нам сказали, что, ну, как бы, допросы, следствия в КГБ. Ну, иголки под ногти не загоняли, но ничем поделаешь. Когда люди ожидают высшей меры наказания, расстрел, начинают сотрудничать со следствием. Это, в общем, общее впечатление было не очень хорошее. Вот поведение некоторых ребят на суде. А вот, когда пришли на суд, каждый из них повел себя геройски и сделал очень сильное заявление. Я тогда смотрел на них, зная, что это Ханука, я смотрел, что они зажигают из себя, как мы говорим на еврейте, мебсаро, мидамо, зажигают эти ханукальные свечи. И эти ханукальные свечи из-за зала суда осветили весь еврейский мир. Я говорю, так мне рассказывал один житель Иерусалима, он говорит, зажгли ханукальные свечи, открыли радио, слушаем, приговорили евреев за то, что они хотели жить в вере в Исраиль, к высшим мерам наказания, к тяжелым условиям заключения в лагере. И вот не было возможности, мы вышли на улицу, мы пошли к Котелю. К Котелю уже собрались и сотни людей, представьте себе. Вот это только самое, ты думаешь, вот Ханука, вот, а где мы, а что мы? И вот как бы в Хануке началось все это великое движение, шлах это ми, отпустить народ мой. Так что вот, как бы, когда я отмечаю эту дату приговора, говорят, чему радоваться? Да, радоваться тому, что это было начало, ведь мы не думаем только о своей личной судьбе. И это настолько действительно напоминает и параллельно тому, что мы отмечаем в Хануку, именно то, что небольшая группа людей, абсолютно самопожертвована, и как-то в начальный момент совершенно, как бы, нелогично, подняли себя против огромной армии. И кто-то смотрел на них со стороны, если была такая, какой-то руаха-кодыш, сказалось, что они с ума сошли. Все не могут победить эти полчища, десятки тысяч человек, а у них группа людей. И вот и опобедили. Когда мы, как бы, кто-то, может быть, не верит в эту историю с небольшим кувшинчиком оливкового масла. Вот эти люди, они и были этим кувшинчиком оливкового масла. Вот это несколько человек, скажем, 200-300, но против многотысячной армии этих Иваним, это был маленький сосудик. И он горит до сих пор. И это, как бы, наша тема, которую я выбрал, это столкновение юдаизма и эллинизма. Так, несколько поговорим об истории этого события. Знаете, на самом деле мы считаем, обычно принято считать, что вторжение эллинов, в течение времени греки современные, как и так, и не Иваним. Они говорят, это годские племена. В каждой части они перемешались, может быть, этнически воспринимали язык, это другой народ. Были эллины, Иваним, потому что это ионистская культура, ионим. Вы видите, это остался Иваним. Они, на самом деле, стали проникать на Ближний Восток гораздо раньше, потому что вот эта культура, которая там зародилась, привела, так сказать, к антропологическому взрыву. Много людей, они переселялись в Малую Азию. Когда мы знаем о Троянской войне, Троя и Ильяда, греки проникли на малазиатский остров. Это было примерно во времена разрушения первого храма, ведь Микдаши решен, примерно седьмого века. И они продолжали расселяться. Почему я говорю об этом? Что это произошла первая встреча вот этой чужой культуры, сибирской культуры, потому что они дошли буквально еще до Александра Македонского. Уторжение Александра Македонского это 325 год до новой эры. А они уже были на территории эры Тесраиля, особенно в Шамроне, в Самарии, гораздо раньше до этого. И создавали свои полисы. Полисы, значит, как бы это, как бы какое-то средство распространения их культуры. Создавали городские образования. И там, как бы, они скапливались, переселялись потом. Потому что понятно, что хотя к этому времени народы Израиля стали возвращаться из-за Вавилона, из Бавеля, но еще не было еврейской власти. И поэтому они могли довольно беспрепятственно занимать эти все места. И жили бок о бок с евреями. И это было очень серьезно. Видите, понятно, почему Александру Македонскому особенно было легко захватить этот район. У него была пятая колонна. Там оно было носено греками. Ябоним. Греки – это какое-то современное понятие. Ябоним были. И уже многие евреи, которые жили бок о бок с этими ябоним, особенно в районе Шамона, уже начали подвергаться коррозии и влиянию их культуры. Как говорят, обычно культура, она как бы культура без культуры, но в целом это какой-то образ жизни, спортивные игры, что-то такое интересное. Некоторым людям это нравится. Началась ассимуляция. Потом, когда пришел Александр Македонский, мы знаем, это очень интересная история о том, когда он прошелся, на самом деле он ушел в Египет в 1935 году. Домоверр ушел в Египет, покорить Египет. По дороге он прошел, поскольку важность теряет Исраиль, кроме его, как сказать, религиозной важности, духовной важности, это просто мост, который связывает Европу с Азией. И не только Европу с Азией, но еще и с Африкой, через Саудовскую Аравию вы попадаете в Индию. В этом смысле это был важный стратегический центр. Поэтому он шел в Египет, и вот у нас Медраж рассказывает, что Шимона Цадик, его именем назван квартал, в котором происходит сейчас постоянное нападение арабов, Шимона Цадик, потому что там пещера с его высыпальницей. Это называется Шимона Цадик. Шимон Цадик, тогда, говорят, Мишаире Анши Кнеса Тагдула. Кнеса Тагдула это, как говорят, великое собрание из 120 мужей, который собрал Эзра Нехемия, Зурбабель и пророки, мудрецы, которые как бы кодифицировали порядок жизни в Эроте Сраэль. Это было перевозвращение, когда началось возвращение из Вавилонского плена. А мы можем просто поэтому вычислить, когда примерно все это было, потому что Шимона Цадик был уже из остатков этих великих мужей, то есть, предположим, ему было 120 лет, когда его приняли в Кнесет. Знаете, Бен-Гурион выбрал название Кнесет, но это как бы не очень удачно, потому что сразу люди говорят, Кнесет, все эти самые, политика, распри, все это. был другой Кнесет, но он так, наверное, хотел, и мы обязательно в Кнесет. будет напоминать тот Кнессет великих людей. И Шимон Ацадык пошел навстречу Александру Македонскому и его полчищам, чтобы убедить, чтобы он не разрушал бейт-эмикдаш. Это какая-то смелость, как он мог полагать, что он сможет убедить. Ну вот наш Македонск рассказывает, это фактически так получилось, что когда он пришел, Александр Македонский соскочил с его коня, я уж не знаю, поклонился или что, этого человека я вижу перед началом битв, когда я побеждаю, он всегда мне является. Он способствует моей победе. Интересно, да? Вот поэтому он действительно не в то время, а в тот момент он не пришел и не разрушил бейт-эмикдаш. Потом была уже оккупация. Тем не менее, вот это как бы интересна очень встреча еврейского мудреца и полководца. Как вы знаете, учителем Александра Македонского был Аристотель. Возможно, поэтому он и одерживал такие победы, потому что был очень умный человек. Никто не отрицает, что Аристотель был очень умный человек. И вся его как бы система, как бы разделение видов и все эти классификации, очень многие до сих пор пользуются этим. Откуда это взят? Но у нас наши мудрецы, у нас написано в Геморе, что уже когда началось это первое проникновение в VI веке на Ближний Восток, один из их мудрецов встретился с Ишаяу Анави, с Проко Мишаяу. И от него он получил основы еврейской веры и воспринял, потому что основы еврейской веры – то, что есть и у Иваним, говорят, греческая философия. Греческая философия – это теология. Они верили в высшую силу, логос. Потом это обсуждается в книге Кузаре, он объясняет более подробно, в чем разница между еврейским подходом. Особенность нового тренда в греческой философии – это то, что они заменили все эти войны богов на небесах, там Зевс-Юпитер, и Аполлон, и Геркулес, и прочее, и прочее. В наше время, правда, сама вся на каше называлась Геркулес. Заменила, то есть это под влиянием еврейской мудрости. То есть интересно, это встреча еврейской мудрости, знание тары, понимание основ веры с греческими мудрецами, они это восприняли. Поэтому можно посмотреть, интересно очень. Но у меня, я говорю, и приносил даже иногда в Махонмир, у меня есть такая энциклопедия историческая, которая поделена по периодам. В то же самое время можно проследить на одной странице, что происходило в Европе, что происходило в Азии, что происходило, скажем, даже в Америке того времени. И видно, что примерно совпадает время начала изгнания и первое изгнания, когда эти 10 колен были распылены по территории всего Востока. В это же время возникает очень много религий. Возникает новый подход к греческой философии, возникает буддизм и чуть позже даже конфуцианство. То есть понимаете, что на самом деле для нас это трагедия, и это так разрушение храма и знание людей. А весь мир оплодотворился тем, что евреи оказались в таких важных местах и стали учить то, что мы говорим. Кемицьон Тейце Тора, Двара Шамиру Шалаем действительно вышло и распространилось, и они восприняли каждый в силу своего настроя и понимания. Это было благо для всего человечества. Была выполнена какая-то очень важная функция еврейского народа. Изгнание, как это можно смотреть, как несчастье. А с другой стороны, когда сплот поспевает, он лопается, и семена его разлетаются по всему миру. Есть такой образ, говорит, семя попадает в землю, оно начинает гнить, и больно этому семени, что он сгнивает, и такое несчастье. И вдруг из этого ползнившего семени вдруг начинает появляться новый росток. В этом смысле можно сказать, что первая встреча еврейской культуры, еврейской цивилизации с Иваним, она была и другими народами, она была благотворна и благоприятна. Но тут-то вступила в игру экспансионизм, сила захвата. Вы знаете, что мы разделяем все цивилизации, так называемые четыре царства. Четыре цивилизации. Бавель, Парас, Иван и Эдом. То есть первый период Бавель – это жестокость, насилие, захват, убийство. Парас – это, например, Ахашвейраша, погоня за удовольствием, за наслаждением, весь смысл жизни в удовольствиях и наслаждении. После этого приходит Иван, который символизируется Абудазара, борьбой идей. В этом смысле, как бы, это было что-то новое. На выходной царе, не зная, в какой степени он пытался навязать нам свою веру, а Ахашвейраш в какой-то степени, как хотел, приобщил нас к его разврату, его пирам и пирушкам, но не было намеренно. А Иван ставил целью своей из коринкеврейской веры. Вот это такое самое столкновение, очень трагическое. Но интересно, вот если вы посмотрите, и мы вспоминаем историю начала восстания Макавеев, Матретьяу Макавей, он убил еврея, который собирался принести жертву. У Аристотеля нет принесения жертв. А это было, то есть, Абудазара по экселленс, настоящая Абудазара. То есть, у них это было, с одной стороны, были какие-то философы, которые занимались какими-то отвлеченными мудрствованиями, а по-прежнему вся среда этих Иваним, они по-прежнему были Абудазара, служили всяким культам, всяким поклонялись всяким богам. И тут возникает вопрос. Иваним, в принципе, были плюоралистами. Они принимали все веры, как бы не боролись с верами. Они захватывали, покоряли народы, это был экспансионизм, захват и покорение других народов, убивали. А после того, как они захватывали, они терпимо относились к различным верам с привиданием. А там была огромная территория, в которой захватила Александр Македонский от Индии до Египта. Были разные культы, разные веры. Он с ними ничего не делал. Почему он так принялся за еврейскую веру? Есть много ответов. Я примерно... Я думал тоже об этом, естественно. И это прямо как бы в исторических исследованиях ясно прослеживается. Евреи не давали себя покорить. Они сохраняли свою независимость. Вместо того, чтобы подчиниться завоевателю и жить своей жизнью, как они хотят, евреи, в принципе, не принимали чужой власти и боролись против них. Пока, наконец, тот самый известный Антиоха Пифан понял, что причина упорства и упрямства евреев – это их вера. То есть, они, когда с нами боролись, начали воевать, они поняли, что это очень твердый орешек. Другие народы не имеют особо как бы причины. Захватывают их, продолжают жить дальше. Евреи не могут допустить, чтобы Эрд и Сраэль владели бы другие народы. Потому что эта земля, дана нам Кадож Баруху, это место, откуда должен сходить свет для всего мира, должен быть там Игдаш. Мы не можем допустить, чтобы там были какие-то другие народы, которые управляли бы этой страной. То есть, это очень интересный эффект, неожиданный для Иваним, что еврейская вера, и мы знаем, это не просто какая-то религия, человек идет куда-то в синагогу, молится, качается, и все, и все. Он, так как говорили римляне, как наследники эллинистской культуры, богу-богу, а кесару-кесарю, вот он стоит, самое. Так, знаете, это известный медраж, который рассказывает о том, как Эйсава с Яаковым, они еще в чреве Ривки, как они боролись между собой, а медраж говорит, что Эйсава говорит Яакову, «Я знаю, что ты цадик, ты хочешь улам-аба, пожалуйста, я тебе уступаю, давай поделимся, я улам-азе, ты улам-аба». И вдруг Яаков, ну это как бы, конечно, еще в зародушевом состоянии, говорит, нет, я и улам-азе, и улам-аба, я не уступаю. Поэтому они боролись. А на самом деле, как я хочу учиться в Яшиве, всего этот мир меня не интересует, закрываю глаза и уши, сижу и учусь, получаю стипендию от государства. А Яаков так не хотел, он хотел, чтобы то, что происходит за улицей, за окнами нашей Яшивы, тоже было бы по законам Тары, по законам Кадош-Буруха, из-за этого была вся борьба. Так и тут, Ирины были готовы отдать нам, хотите молитесь, хотите что хотите, но не лезьте в политику, ну и оставьте политику. У евреев это не получается, у нас нет разницы. Наша политика, она, политика, можно сказать, божественная, наша политика, все, что мы делаем, в всяком случае, это не всегда происходит, я не говорю о современном государстве, это такое квази-государство. А в целом, по большому счету, у нас политика, война, безопасность, это часть нашей веры. Потому что мы обязаны жить в этой стране, мы обязаны владеть этой страной. А Кадош-Буруху дал нам эту страну, для того, чтобы в этой стране, мы могли бы быть светочем для всего мира. В другом месте нету, как мы считаем по еврейской вере, а у каждого народа есть свой малах, посредник. И только в Эрот-Исраиле есть непосредственная связь с Кадош-Буруху. Мы, поскольку мы слуги Кадош-Буруху, мы хотим знать от него, быть с ним в непосредственной связи, а так мы теряем связь сейчас, ватсап и все это не работает, нам нужен Кадош-Буруху. Это основа нашей веры. Это не национализм, и это не территориальные претензии, это наша жизненная необходимость. Мы должны, у нас нет другой возможности, если мы хотим жить, мы должны жить в Эрот-Исраиле. Отсюда мы получаем жизненную энергию, потому что мы же не хотим просто жить и кушать там, я не знаю, белочки, белые булки с маслом. Мы хотим получать от Кадош-Буруху указание, что делать, как работать с этим миром. Это наша важнейшая задача. Человек, я помню, был один такой Микубаль, который приходил к Котель-Марави, и там люди спрашивали, чтобы он сказал, в чем их проблема, и чтобы он помог им. Он так по дороге, он смотрел на человека, и говорил, у тебя такая проблема. И говорил, не очень приятные вещи людям. Но они пользовались моментом, так он сидит на браке, и добились до него. Тут приехал в Иерусалим, значит, Равишу Али Ла Олеви. И вот он там привел какого-то знакомого парня. Он ему стал говорить, ты занимаешься этим, ты делаешь это, ты это делаешь, тут буквально покраснел. Я сказал ему, не надо это. Он говорит, но я должен говорить. Понимаете, у него была необходимость, это же не игра какая-то. Ты хочешь знать правду, я обязан тебе сказать правду. Просто, чтобы подчеркнуть степень обязанности. Это не наша прихоть, не наша воля. Мы обязаны, у нас другого выхода нет. Мы должны быть здесь, в Иерусалиме. Мы должны иметь связь с Кадожборуху. Мы должны работать на благо всего мира. Если нам не дают, мы задыхаемся, умираем, и готовы за это умирать. И когда, наконец, это действительно поняли, явани, они поняли, правда, они могли, конечно, заняться какой-то поголовным изгнанием, трансфером, но они думали, что гораздо проще отобрать у нас веру, и все будет в порядке. Почему? Потому что, к сожалению, в то время уже были то, что мы называем еврите митьявним, люди, которые подали влиянию этой яванистской культуры в разных ее аспектах. То есть, они видели, что это возможно. Как я сказал, в Шамроне были уже полисы, в которых жили перемешку евреи и митьявним. Но снова здесь именно этот секрет небольшого сосудика с маслом, что пока есть этот сосудик с маслом, он ничего не поделает. Большинство подчиняется, ничего не поделаешь, молчаливое большинство. Главное, если еще остался этот сосуд с маслом. Вот он, поэтому вы знаете, что эти явани, они приняли такие меры. Они назначили коин-гадоль, уже был бейт-амикдаш, который стал восстанавливать Азра-Нахемия. Знаете, ли коин-гадоль такого из среды Куаним Ясон. Ясон, это уже имя греческое, уже свидетельствует, что он подавался. Но он недостаточно коллаборационистом. Он что-то уступал, что-то не уступал. Так они назначили другого, Менилая, который уже был полностью. Я уже не знаю, был он реформистом, консерватором и все. Потому что они говорили так. А в Тарине написано, что нельзя заниматься гимнастикой и олимпийскими играми. Знаете, тогда они развиваются ногишом, обмазывают себя таким благобонным маслом и говорят в честь девса Юпитера и начинают бороться. Не написано, что нельзя. А у нас вот тут это очень важный момент, который мы должны заострить свое внимание. Я несколько прерываю это направление, хочу сказать о другом. Вот мы действительно радуемся, что победили Хашмунаим, Иуда и его братья, Матитьяу, Герои, Иуда и его братья. Но если мы так немножко знакомы с историей, мы говорим, о чем радоваться. Кто был последний царь из эпохи, из династии Макобеев? Ирод. Сейчас это имя нарицательное, по-русски даже, Ирод, Гердос на иврите, там, очевидно, на латинском и на греческом Ирод. Это как бы был кровавый царь. Правда, он взял в себе внучку Мирьям, внучку Хашмунаима, и в силу этого он как бы имел отношение к династии, но он ее убил. Убил своих детей, кстати, это было какое-то ужасное чудилище. Он построил Бейтамикдаш. Это как бы казалось бы, Макешер, какая связь, а потому что это красиво. Он сказал так, знаете, для примера я вам скажу, вот это у нас есть мост этот с такой мачтой. Я был знаком с Эудом Ольмертом, в то время он был Рошаир, глава города, и он мне говорит так, говорит, я думаю, у всех городов есть какой-то самый символ большой. Там я не знаю ворота Триуфальные в Риме, я не знаю, Брандбургские ворота, а в Иерусалиме нет ничего. Так я решил построить что-то, что было. Но есть же Бейтамик, есть что-то самое Арабаит, да, это так, это старье. Вот он построил, потому что это красиво, и он гордился тем, что его посадили, за что посадили, я дал Иерусалиму такой символ, такой потрясающий мост. Примерно Ирод, величие, он был мегаломаном, Ирод был мегаломаном, строить, в то время это был такой тренд в Римской империи, Колизей, да, Колизей от слова колосс, что-то колоссальное, значит, он переплюнет Колизей, он построил что-то такое громадное, как вы знаете, Колизей, сейчас он был сгоревший, когда он сгорел, он сгорел за три года, примерно до того, как был уничтожен Амигдаш, потому что Нерон, император Нерон, говорят, сошел с ума, по другим преданиям, он перешел в еврейство, сделал гиур, и сжег, это и убежал, он скрылся, не нашли его. В любом случае, вот он был таким мегаломаном, это как бы, этому мы должны радоваться, чем кончилась победа Хашманаима, они жертвовали своей жизнью, все так превосходно, скажет любой историк, чему вы радуете, смотрите, это все выродилось, они все ассимилировались, ничего не победили, действительно, когда мы смотрим историю внуков и дальше потомков, братьев, прославленных этих братьев, они все носят греческие имена, греческие имена, они митя в ним, они сами митя в ним, и преследовали мудрецов. Шимон Беншетах, один из Гдуляй Адоров в свой период, он спасся только благодаря тому, что жена одного из потомков Иуда Маковея, эллиниста, Шамциона Малка, она прятала своего брата, прятала своего брата от мужа, потому что его заношен и бы его убил. Это ужас, что творилось, чему радоваться. Так вот, если мы смотрим по линии государственности, по линии, как бы, ну, должно было ожидать так, создали какое-то независимое образование, понимаемо, разрослось, во времена Шамциона Малка, это израильское государство, даже, вроде бы, по размерам превосходило израильское государство во времена Шамуамеллах, распространилась и все, победа. Ну, наверное, потом это должно быть какой-то большой империи, а мы видим, действительно, через некоторое время, ведь на самом деле, война с Маковеев, с Иваним привела к тому, что, в конечном счете, они пригласили римлян, для того, чтобы там как бы разрешить конфликт между двумя братьями, которые евреями, еврейскими, претендентами на престолы, и так они появились там, и уже больше никогда не уходили, пока не разрушили храм. Все, кончилось, да? Чего вы зажигаете? Чего вы зажигаете свечки? Чего вы радуетесь? Этому радуйте, что все кончилось так печально. Но на самом деле это неправильный взгляд на вещи. Мы смотрим, действительно, аншекнессе так дула. Что произошло? Пришли люди из Галута, и они стали, знаете, когда мы говорим в Мегелат Эстер, Мегелат Эстер, это как раз эпоха возвращения из-за Вавилонского плена. В конце Мегелат Эстер написано «Киблу в Экейму». Да, и в Гемолей говорят «Ма Киблу, Ма Киему, Ма Шекеблу». Киблу Тора. Да, это было новое как бы получение Тары заново, как мы говорим «Ор Хадаш Аль Цион Таир». Говорят, что во времена Ма Шиеха в ближайшее время будет новое понимание более углубленной Тора. Каждый период еврейской жизни это более углубленное понимание Тары. И вот, значит, таким образом с одной стороны действительно победа, и мы знаем, что те, кто воевали на самом деле против этих Яваним и Мит-Явним были глубоко верующие люди. Эти воевали. И они правильно высчитали, что верующие люди, которые ходят с кипами, они самые опасные. Потому что они это делают не ради политических государственных интересов, а ради своей веры, ради того, чтобы выполнить обязанности Ашема. Жить в Аэрте Исраэль, служить Ашему в Аэрте Исраэль. Поэтому тут они ни на какие компромиссы не идут. Они готовы умереть. И от этого враги отступили и уступили. Это была сила. И поэтому если мы смотрим как раз время этого изверга Эрдуса, который преследовал мудрецов и убивал, это время Илэля Закена. Время Шамая. Потом появляется, как мы учим в Перке Авод, появляется Сперва Зугод, потом появляется Танаим. И смотрим на самом деле разрушение Бетта Микдаша ужасная трагедия. Но что происходит на еврейской улице через сто лет Мишна. Мишна. И сразу после Мишны Талмуд. И после Талмуда Шухонарух. И после Шухонаруха Ришойным, Махройным. Знаете, смотрите, как на самом деле расцветает еврейский мир. Появляются крупнейшие мудрецы до сегодняшнего момента. Знаете, конечно, мы никогда не удовлетворяемся только тем, чтобы эта лампадка горела, это должно быть большой свет. Но смотрите, действительно, мы радуемся тому, что победила в лице этих, их называли, вы знаете, у христиан называется фарисеи. Это какой-то, кто такие фарисеи? Это Прушим, Поршим, Анашим, два значения у Поршим. Они Мефаршей, а Тураша Балпе. Они объясняют, ищут глубинный смысл. И, кроме того, они Поршим, они не связаны с этим, они живут отдельно. В какой-то момент не всегда можно, мы любим всех евреев, мы хотим быть со всеми евреями, но есть момент, когда надо быть вместе, чтобы было видно, это мы, это они. Тогда из этой позиции это мы, это они, мы должны протянуть руку и привлекать их к себе. Вот эти Прушим, они уходили в леса, это были первые еврейские партизаны, потому что они знали, им не давали исполнять что? Аллаху. Это было начало исполнения, реального исполнения Турашибалпе Аллахот. В этом была Великая Революция, которая произошла одновременно с преследованиями. Это вот это второе значение этого маленького сосудика с маслом. Мы знаем, почему мы зажигаем сосуд с маслом Бейта-Мигдаши, потому что это хохма. Масло у нас в лагере, так себе говорили, у него нет масла в голове. Почему-то так у них на блатном жаргоне значит, что человек глуп и не понимает. Но разница в том, что наше масло оно духовного порядка. Почему говорят, почему сказано, что Минара играет такую большую роль, если она играет такую большую роль, она должна была быть в Кодыш Кудашим, там, где Арон Кодыш, там, где Скрижали. Почему она находится снаружи? Потому что она получает божественный свет из Арон Кодыша и уже оттуда она раздает это всему миру. Это Кемитион Титетура Удвар Ашамир Шалаем. Я как-то рассказывал здесь на уроке, я думаю, в прошлый раз, рассказывал, что ведь на самом деле проблема была такая в момент Хануки. Новое масло еще не поступило. Есть проблема вообще изготовить новое масло, да? У нас это мы родина оливкового масла. Взяли, собрали, сдавили и все, но и занимает время. Вот поэтому, когда Куаним пришли в Хашманаим пришли в Оскверненный Бейт-Амикдаш, ничего не осталось, не было масла. Пока отправились, а где собирали это масло? Собирали в Галилее. В Галилее, известно, что в Галилее растут оливковые деревья, которые наиболее открыты влиянию Солнца, и они настолько набираются этого солнечной энергии, что им буквально начинает лопаться. Поэтому нам надо получать это оливковое масло с применением как минимального насилия. Обычно вы видите продаются разные уровни масла, он говорит Захкатит, самый высший сорт, это значит, что практически оливковое масло само выливается из оливков, без насилия. И там это собирают, есть Мишна, которая говорит, что собирают эти оливки, эти маслины с верхушек деревьев, там, где они открыты солнцу, это аккумуляторы солнечной энергии. Настоящие аккумуляторы солнечной энергии, они лопаются от полноты, иначе они потом собирают, это первое масло, которое собирается, только из него зажигали этот минору, из него только зажигали минору, потому что действительно переход духовного, материального в духовное. Смотрите, говорят, что по цвету, да, и посмотрите, есть разные сорта, в хороших магазинах есть разные сорта оливкового масла. Настоящие оливковое масло, оно прозрачно, как вода. Это уже практически уже не чувствуешь, что там есть материя. Если она более продолжает обрабатывать, чтобы получить максимум из этих оливок, то в конце остаются дрожжи, уже выпадает, и все, оно мутное, темное, а вначале, как у нас говорили в России, чистая, как детская слеза. Это в другом смысле, да, у нас действительно чистая, как детская слеза, и вот из этих самых светлых солнечной энергии зажигается свет, и это происходит чудо перерождения, да, из материи, которая уже практически даже не материя, потому что это какая-то светлая, что-то прозрачная, которую нельзя даже потрогать руками, она превращается в свет, что это уже действительно, хотя мы знаем там протоны, троны и все, но это уже нечто другое, другое. А все этот свет, он идет, сила его идет от Тарон-Кодыша, от силы Тары, она получает это особое состояние. Вот, поэтому, как бы, нужно было подождать, пока привезут эти оливки, как раз сейчас, в месяц, в месяц Тевет, да, начинается сбор, изготовление этого оливкового масла. Так я слышал от Рабьёля Бенуна, я думаю, что он знает, он говорит, вот, поэтому это, как бы, было очень вовремя, да, когда взяли и стали обновлять храм, сейчас ждали, что сейчас придет оливковое масло, потому что иначе, если бы это, как бы, чудо могло продолжаться нон-стоп, если, почему, 8 дней, 10 дней, через 8 дней было новое масло, чистое масло, не захватанное этими иванием, можно было зажечь. А наше масло, как я говорю, это, вообще, руками нельзя дотронуться. Величайшие мудрецы, величайшие умы, которые в течение всего этого времени постоянно выжигают этот свет, и мы живем от этого света. Смотрите, здесь у нас полки с книгами, какая самая, это все свет, это все наш свет, который появился от начала этого бастания, потому что хашманаим боролись за исполнение законов Турашибалпы, за Аллахот, потому что их соперники, так как бы, тусим, тздуким, они говорили, мы, мы верим Туару, мы ее любим, да, но мы, то, что там написано, это то, что мы делаем, а все остальное это люди придумали, это как бы, чего вы там рассказываете, да, и мы знаем, что те, кто говорят, что они такие святые, чистые люди, и хотят выполнять только то, что написано в Туаре, это красиво, знаете, хридим лед барашем, на самом деле, в Туаре не написано, как надо выполнять эти законы, законы написано в Туараши Балпе, в Мишне Тура, и тот, кто отказывается от этого, на самом деле, он не принимает слова Ашема, поэтому Мошер Абейн, когда получил Туару на горе Синайской, он получил, правда, писаную Туару, да, писал Скажали, писаную Туару, но самое главное, то, что он научил Иешуа, и потом научил Скени, это было Туараши Балпе, и вот это соблюдение и выполнение закона в Туараши Балпе, это и было сохранение этого огня, да, кстати, есть огонь, который никто не может потушить, это огонь привязанности народа Израиля к Адошу Баруху, это каждому из нас есть этот маленький сосуд, да, каждый, надо найти его, да, и знать, что они ничего не могут сделать с этим, они не могут это потушить, это не в их силах, говорят, что Иваним, как носители какой-то особой интеллектуальной культуры, они говорили, что все идет от ума, все идет от ума, и вы, евреи, вы там живете, как по всяким каким-то книжкам, все это придумают, надо, вот чистый разум, вот как говорит нам, логика говорит нам разум, но сейчас уже известно, что логика – это одно из направлений в математике, человек вообще не думает по логике, я говорю, было, как звали первого Рошищева в Понивиш, помню, так его племянник получил Нобелевскую премию сравнительно недавно за то, что он показал, что самые, обычно говорят, если происходит какой-то кризис финансовый, приходят экономисты большие, они решают финансовый кризис, и пишут потом книги объяснять, и он сказал, это все чепуха, сперва у них была эврика, озарение какое-то, божественное, а потом они подогнали под какие-то формулы, и за это он получил Нобелевскую премию, потому что действительно самые большие вещи приходят не от логики, логика – одно из направлений или способов мышления человека, а в самом деле самое главное – это связь с Кадожбургом, он дает эти силы, он дает эти мысли, иногда ты не знаешь даже откуда появляется, я всегда рассказываю о своем товарище Яков Орлов, вот вчера позвонил, он издает новую книгу, Яков Орлов был разработчиком аппаратуры на космических кораблях в Пермской области, я там сидел, он там разрабатывал эти космические корабли, и он говорит, я стал задумываться о том, что есть Бог, это, говорю, мы сидим, разрабатываем, какие-то системы не работают, я иду спать, и, говорит, во сне я вижу вдруг всю схему, прихожу, начинаю говорить, это будет здесь, это будет здесь, это работает, говорит, Яша, как ты догадался, а мне, говорит, неудобно сказать, что я это видел во сне, да, своего рода пророческий сон, еврей обладает пророческим даром, вот, пока он, сейчас вы его увидите, вот, как доктор Бермонт в шляпе, в костюме, все хосит, пишет книги о Кабале, ставьте себе, вот так, этому удалось и вырваться из Советского Союза, это главное, что есть это святое масло в человеке, оно есть у каждого из нас, и только правильно к нему относиться, как говорит Равицкар Гинзбург, такой есть большой мыслитель, он говорит, Тару не надо учить, Веру не надо учить, она находится в каждом из нас, наша задача просто вывести его из подсознания в сознание, и когда ты знаешь, что это у тебя есть, только остается осознать и понять, смотреть, как бы, надо, как говорит Кузьма Прытьков, зри в коре, надо думать, кто есть такой, и когда ты откровенен собой, ты поймешь, что в каждом из нас есть это великое масло, я хочу говорить несколько слов, я тут говорю о столкновении этих двух культур в наше время, вы знаете, что сейчас в Соединенных Штатах Америки происходят ужасные вещи, там они отрицают даже христианскую культуру, у них появляется идеология нонизма, нон, ничего, отрицают все, все это, как бы, это религия, они отрицают религию, почему, человек должен делать все, что ему хочется, то, что ему нравится, это и есть правильно, и поэтому, вот все эти страшные вещи, которые там, и у нас в Израиле проникли, это порождение, этого, гомосексуализма, и лесбиянцы, все эти ужасные вещи, у них это на легальной, если у нас тоже это на легальной, если мы смотрим, смотрите, насколько это актуально, у них там было, в Греции, это уже практиковалось, и это считалось у них нормально, почему, у меня чистый разум, я большой профессор, я мыслю красиво, мне все можно, а, как следствие того, они вырождаются, это, у них нет детей, они живут в своем удовольствии, они гибнут, у них рождаемость минус один, минус два, а у нас, Бурл-Хашим, рождаемость растет, надеемся, что это будет продолжаться, мы никогда не можем, борьба продолжается, современные Соединенные Штаты Америки, они всегда были носителем Эдома, как мы знаем, что отличает Эйсаб Эдом, как говорят, что цаид бипив, так говорят, цаид бипив, он всех кормит, своими, своими измышлениями, и своими фантазиями, говорят, какого-то самого Эйсаб, обманывал, обманул Ицхак, обманывал людей, говорил неправильную информацию, это наши СМИ, наши современные средства информации, это Эдом, но сейчас к этому, вы знаете, это большой скандал, это настолько актуально, что не могу, и все себя, Илан Маск, я думаю, он еврей, он купил Твиттер, и он разоблачил, насколько эти сторонники все этого анонизма, отрицания всех культур, и прочее, и прочее, насколько они, на самом деле, занимаются цензурой, и подавлением, подавлением прав человека, насколько это, это всегда так происходит, как мы знаем, самыми большими революционерами, были коммунисты, большевики, что у них все, свобода, равенство, братство превосходно, и сразу же это превращается в насилие, и то же самое происходит с нашими левыми, нету более опасных людей, тоталяристов, которые, Гитлер был, был руководителем рабочей партии, говорил, у них было такое движение, называлось, Фройддургкрафт, да, радость через силу, вот это, как бы, все настолько это актуально, эта гадость лезет из тех углов, мы должны быть очень осторожны, все это Митявним, Яваним, да, и это, я вам хочу сказать, очень, под конец, очень важное, важное слово, я думал, почему эти Яваним так ненавидели нас, антисемиты, знаете, что по-настоящему антисемитизм появился во времена вот этой эпохи, все, 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 измышления, против еврейского народа, это изобретение этих древних греков, они просто нас не переносят, знаете, антисемитизм, как мы говорим, это Аллаха, вы знаете, Эсав, он хорейдит, садик, он выполняет одну Аллаху, Эсав, Сонеет, Яков, сто процентов не отступает, Соне, 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 Блисов, да, они понимают, что мы несем истину, мы несем правду, они не могут это вынести, да, поэтому никогда мы с ними не примиримся, никогда мы не объяснимся, Эсав, Сонеет, Яков, Эсав переродился, сперва это был Яван, потом это и дом Рома, а теперь все носители этой культуры, фальшивые и ложные, ведь они не могут устоять против нашей истины, поэтому призываю всех нас, давайте хранить и пестовать в себе, это маленький сосудик Божьей искры, который есть в каждом нас, видите, мы говорим, мы тоже признаем сехаль, у евреев сехаль это очень важно, только наш сехаль это Нешама и Лукит, то, что мы говорим с утра, Нешама, Шенатата би, Шенатанли дал мне Теораги, да, это наш сехаль, так пишет Ромбам, что такое сехаль, это Нешама и Лукит, почему евреи умны, потому что он думает не своим человеческим умом, не всеми веществами, а тем, что дал ему Акадош Бороху, он видит вещи в другом свете, это надо понимать, надо охранять, сохранять народа Израиля, его чистоту, не ради расистской каких-то теории, не ради преследования, ради всех людей, если мы позволим растворить нашу божественную душу, будет снова тьма, наступит великая тьма для человечества, поэтому мы победили, и этот свет, который зажгли Хашманаим, цвет Аллахи, цвета законов, по которым мы живем, он светит для нас и до сего дня, и поэтому этому мы и радуемся, Хак Самея. И следите за нашим сайтом. На столах есть такие карточки, с одной стороны наши контакты, с другой стороны богословения Тахану. Те, кто не зарегистрируется, могут отправить здесь нам сообщение, чтобы мы могли в следующий раз в будущем встречах, и это будет. Редактор субтитров А.Семкин